Ну что, дорогие друзья, всем привет! У нас на кону скоро Новый Год, скоро каникулы у всех и декабрь месяц, он самый продуктивный, самый хайповый месяц для игр, не только мобильных, а и ПК-игр, вообще в целом это для всех самый продуктивный месяц, где нужно побольше продать рекламы, продукции своей, вообще там в бизнесе, короче, бабки просто рекой бегут. Так вот, к чему это? Разработчики, наконец-то, взяли за игру Clash Royale, недавно у них на канале вышел видос про изменения в игре Clash Royale, я ссылочку на оригинал оставлю в описании, если кто шарит в английском, можете, естественно, ознакомиться с оригиналом, ну а кто не очень силен, я для вас сейчас переведу некоторые моменты, некоторые пункты, поэтому усаживайтесь поудобнее и приятного, ребята, вам просмотра. Итак, ребят, первое, что коснулось изменения игры, это звездные уровни карт, которые будут прокачаны на максимальный уровень, у них будет такая желтая, не знаю, то ли золотая, золотые доспехи, у кого-то золотая жилетка, не знаю, у Хога будут золотые усы, короче, желтизны им какой-то добавили, и он влияет только на внешний вид юнита, и никак не затрагивает урон, здоровье и т.д, поэтому будет только 3 уровня у каждой карты. Также звездные очки будут даваться вместо опыта на 13 уровне короля, за них можно прокачивать звездные уровни карт. На самом деле, я давно говорил, что не хватает каких-то плюшек для фуловых аккаунтов, для топов, то есть, они уже уперлись в самый максимум и не знают, что делать дальше. Ну, апают они эти кубки, ну, прокачали они фулл аккаунт, а что дальше? Так вот, теперь можно на 13 уровне побаловаться будет такими, я это называю скинами, конечно, жалко, что это не для всех, это на самом деле немножко дискриминирует. Положение игроков, но тем не менее, эта плюшка мне лично зайдет, и я буду, естественно, этим баловаться, и, короче, потом ждите видосик. Дальше, следующий пункт, возможность изменить ник больше одного раза за гемы, как и в Clash of Clans. Плюс это или минус? Скорее всего, плюс, потому что у кого есть гемы, кому надо сменить, тот сменит, кому жалко гемов, тот не будет это трогать. Но то, что эта возможность есть, это огромный плюс, потому что, ну, иногда обидно, что ты обречен просто на один никнейм, пишешь в поддержку, пожалуйста, смените, у меня дебильный никнейм. Они тебе говорят, все, ты выбрал свой ник, это как имя, его нельзя изменить, все. Но это, конечно, ну, иногда напрягало, поэтому то, что можно сменить ник за гемы, это однозначный плюс. Дальше, второй пункт, точнее, следующий пункт, шанс получить токен торговли будет увеличен больше, чем в два раза. Ну, слушайте, это опять обесценивает легендарные карты, но об этом мы чуть-чуть поговорим позже, потому что у меня есть подозрение, что будет какой-то новый вид карт, что-то в виде героических, у меня есть там скрины, но об этом мы дойдем чуть позже. Также, Эмодзи будут доступны в магазине за гемы, ну, я не знаю, за деньги, за гемы одно и то же, как по мне. Возможность ускорить таймер запроса карт, то есть это как башня, часовая башня в Clash of Clans, да, она ускоряет там юнитов, они быстрее варятся, постройки, все быстрее, то же самое будет с таймером. Следующий, новый режим Haste, по аналогии с этим же режимом в Brawl Stars. Ну, кто играет в Brawl Stars, они знают, о чем идет речь, кто не в курсе, значит, это будет такой режим, где ты будешь выбирать карты в драфте, и он будет доступен ограниченное количество времени, как и остальные режимы. У меня есть там скрины, я их где-то буду в монтаже прикреплять параллельно. Честно, это очень угарно, брать юнитов с Brawl Stars в Clash Royale, блин, я не знаю, об этом, честно, я буду отдельно высказываться, и будут еще видосы, и будут еще подробности. Пока что я зачитываю информацию, ребята, с Subogit Studio, я думаю, вы знаете всю эту группу, вот, и только пользуясь этой информацией, также руководствуюсь еще роликом, который вышел у разработчиков Supercell. Дальше, будут добавлены две карты из Brawl Stars, Бо и Шелли, скорее всего, будут доступны только в режиме Хейст. Ну, тут я вообще выпал, блин, ну, на скрине они убогие, честно, убогие. В Brawl Stars это нормально смотрится, в Clash Royale это, фак, это бред. Ну, и завтра выйдет еще один выпуск, где разработчики обещают анонсировать новую систему турниров. В общем, ребятки, в целом, честно, в любом случае, это плюс, это плюс для Clash Royale, хоть немножечко, хоть немножечко, какой-то интерес продлевается. Но я не считаю, что пока что это глобально. Новый режим, лайк однозначно, новые виды карт, лайк однозначно. Все остальное, поверхностно, поверхностно, скины, это тоже, это интересно. И, блин, я давно говорил, что надо менять уровни карт, надо делать, чтобы у них был видоизмененный, точнее, не уровни карт, а надо видоизмененность их менять. Как это в Clash of Clancy. Четвертый уровень Валькирии отличается, там, от шестого уровня, да, там мех у нее, у нее больше меха, там жилетка уже круче. Ну, в общем, вы поняли, видоизменения карт. И это начало, в принципе, неплохое. Если они будут дальше что-нибудь еще апгрейдить и дополнять, то, фак, это, ребята, на самом деле продлевает интерес. Поэтому ждем новостей, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. И однозначно следите за моими всеми, всеми роликами. Ребят, всего хорошего, напишите ваше мнение в комментариях. И до новых встреч. Скоро увидимся. Пока.